Когда случилась авария на Чернобыльской АЭС, Александру Ивановичу Токмакову, офицеру запаса, еще не было 30-ти, поэтому на ликвидацию последствий катастрофы он попал лишь спустя два года, в сентябре 1988-го. Там в качестве начальника автомобильной службы батальона он пробыл 4 месяца, из них 90 дней, это 90 выездов на станцию, на объект укрытия. Дали мне повестку и сказали, надо выполнять свой служебный долг, но никто мне не сказал, куда я направляюсь и для каких целей. Так вот я попал в Чернобыль через пересылочный пункт в Белой Церкви, на станцию я не подъезжал в первые дни. Но, конечно, когда уже впоследствии, после месяца выполнения своих обязанностей, я побывал возле станции, проехал вокруг станции, ну, конечно, это было удручающее все. Но уже после того, как рассказывали очевидцы, что было в 1986 году, это уже маленечко было другое. Конечно, проезжая вокруг деревень, запустение, добротный дом стоит, окна раскрытые, двери раскрытые, трава по пояс, потому что осень, трава по пояс, никто там ничего. видел, значит, диких животных, леса. Ну, они действительно дикие, это, она бежит по дороге, она не смотрит даже, что идет колонок Уралов, дизельных Уралов, которые с таким шумом идут, везут колонну на станцию. И она рядом с колонной бежит, хоть бы что. Любой выезжающий в зону, это, он обязан находиться в костюме ВСО. Это специальные костюмы, которые выдавались именно тем, кто находится, приходит, заезжает в зону. Далее, респираторы. Это обязательное, обязательное средство, которое должно защищать дыхательные пути. Поэтому любой солдат, ну, а так как я был в кабине, в сопровождении, если шла колонна, а солдаты находились в кузове, то моя обязанность была четко, чтобы каждый боец, каждый военнослужащий был в респираторе. Если не было, хотя бы у одного замечали, что он был без респиратора, это 88-й год. Значит, если были без респиратора, значит, естественно, что старший машины наказывался. Так как у меня в 12 километрах находилось подразделение мое, грязных машин, которые проводили дезактивацию вокруг станции, это 12 километров, населенный пункт Лилев. Там находилась техника моя, и я ежедневно находился рядом с этой техникой. Ну, помимо этого, выполнял обязанности еще и начальника автономии службы батальона, потому что еще и была техника. Это 100 автомобилей, которые находились в Араном. Это чистая техника считалась, которая входила в зону, потом, выходя, промывалась, и находилась до 30-ти километровой зоны. А вот эти вот автомобили, это на базе ЗИЛ-131, Арсы, это поливомоечные машины, они работали именно пункт обработки, это станции, вокруг станции до города Припять. Самое яркое это у меня осталось то, что после ноября началось расформирование бригад и полков, те, которые прибыли из России. Значит, московская бригада, потом сибирский полк, они сворачивались, ленинградский полк, они сворачивались и уходили на место своей дислокации. А техника, которая была у них, она была вся грязная, вся зараженная. Техника была вся добротная, ходовая. Но дело в том, что после проверки прибором КРБГ, это морской прибор для проверки радиации, она вся светилась.